4 марта правозащитник Леонид Гозман принял участие в программе Антона Красовского «Антонимы», которая выходит на пропагандистском телеканале «Арти». И в самом начале интервью Красовский косвенно признался, что ему известно о телефонных разговорах в его гостя. Говорят, вы пришли с какой-то досье. Все говорят, звонят уже какие-то испуганные сотрудники администрации президента, и говорят, Гозман принесет сейчас досье на «Арти», ему передал Яковенко, я, правда, не знаю, кто это. И там вся правда про «Арти», про Симонян, про Путина. Как интересно. Действительно интересно, из каких таких источников в распоряжении Красовского попала информация о том, что Гозман перед эфиром созванивался журналистом Игорева Яковенко. Перед эфиром в этот день, 4 марта, мы дважды созванивались в 14.28 и 15.20 и обсуждали особенности редакционной политики компании «Раша Тудей». Мы говорили каждый из своего дома, находясь в одиночестве. «Подслушать наш разговор никто не мог. Об этих разговорах мы не сообщали никому». Гозман сообщил, что была нарушена тайна его телефонных переговоров с журналистом Яковенко и потребовал возбудить уголовное дело, направив заявление в Следственный комитет на имя Бастрыкина. Факт прослушки, да и последующего слива информации пропагандистам из «Арти» мало кого удивил. Да и сам Красовский не стал бы хвастаться своей осведомленностью, если бы всерьез полагал, что ему или руководству «Арти» за это что-то будет. Пропагандисты и силовики – симбиоз, проверенный годами. Один из самых показательных и нашумевших примеров последних лет – так называемое интервью Баширова и Петрова, где на помощь силовикам и Кремлю самоотверженно бросилась сама Маргарита Симоньян, главный редактор «Арти». Зрителям пытались продать историю о том, что Петров и Баширов – это никакие не сотрудники ГРУ, которые пытались отравить в Солсбери бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочь, а обычные бизнесмены – средние руки, которые приехали в Англию туристами. Здесь ты в ботинках, которые ты купил на Оксфорд-стрит, если не ошибаюсь. Причем 3-го числа. Потому что когда мы 3-го промокли, да. Вымокли 3-го числа и вернулись. В Лондон и пошли. Переобулись, да, пошли, купили себе. Я пришел, пошел себе, купил обувь. Я был уже на следующем в другой обуви. Попытка телеспецоперации с треском провалилась. Правдоподобность представленной версии мог поверить лишь человек с уровнем интеллекта в диапазоне телепередачи «Международная пилорама». Хотя Симоньяна старалась изображать из себя интервьюера, это тот случай, когда все поняли истинную цену этой низкопробной халтуры. Тем более, что уже скоро личности Петрова и Баширова, а точнее спецслужбистов Мишкиной Чипики, стали обрастать подробностями. В расследованиях настоящих журналистов из «Блинкэт» и «Тейнсайдер». Тем не менее, Маргарита Симоньян лишний раз доказала, что она сама и подведомственный ей телеканал готова воплощать в жизнь самые невероятные и абсурдные пожелания своих заказчиков, даже ценой выставления себя полным посмешищем. Еще один пример, когда СМИ в экстренном порядке пришли на подмогу силовикам, ярко продемонстрировала газета «Московский комсомолец». В августе прошлого года, когда политик Алексей Навальный был отравлен новичком, сотрудниками ФСБ, пропагандисты сразу начали засорять информационное пространство, плодить множество разных версий. От пищевого отравления до гипогликемии, от которой спасает Рафаэлка. Самое важное, ключевое, ядов в крови и моче Навального не обнаружено. Информацию эту ТАСС подтвердили не только в больнице, но и в Министерстве внутренних дел. В это же время газета «Московский комсомолец» опубликовала статью о маршруте Навального в Томске. Из материала стало ясно, что журналисты располагали полной информацией о том, где останавливался, с кем и когда встречался, какие места изведения посещал политик. Газета написала, что ее эксклюзивным источником были правоохранительные органы, которые все это время следили за политиком. Но зачем силовикам добровольно сливать такую информацию в СМИ? Ответ прост. Чтобы попытаться отмести от себя подозрения и пустить всех по ложному следу. Московский комсомолец в конце материала подвел к нужному выводу. Правда, силовики склоняются к тому, что если события, связанные с отравлением, и были, то произошли они, скорее всего, в аэропорту или в самолете. Перемещения и контакты в городе были изучены тщательнейшим образом. А уже в феврале этого года главный редактор московского комсомольца был гостем на телеканале «Дождь» в программе «Hard days night». Тогда уже вся страна знала, кто и как отравил Навального. Корреспондент русской службы BBC Елизавета Фокт припомнила Гусеву ту самую статью из МК. Вам как кажется, это допустимо, что силовики, по сути, как бы использовали МК в качестве площадки, чтобы отвести от себя подозрения? Я не знаю ни одного средства массовой информации, которое не пользуется сливами из тех или иных государственных структур. Ну, смотрите, тут была все-таки ситуация с покушением, с отравлением. Это не имеет значения, с чем и как. Дело в том, что нет ни одной, ни одного СМИ, который не пользуется сливами из своих источников. То есть вы допускаете, что это был слив? Я допускаю это. Ну, все может быть. Дайте, я готов посмотреть. Сейчас не готов ответить вам, потому что я не выкручиваюсь. Я честно не помню этот момент, вот просто не помню. Как мы видим, сливы силовиков часто появляются, когда в стране происходят значимые общественно-политические события. Еще 10 лет назад, когда в России начались масштабные протестные акции за честные выборы, интернет-помойка LifeNews опубликовала записи девяти телефонных разговоров политика Бориса Немцова, в том числе и с другими оппозиционерами. Цель была ясна – дискредитировать протестное движение в преддверии митинга 24 декабря. Правда, после этих прослужек многие прониклись еще больше симпатии к Борису Немцову. Как каризматичному политику и яркой личности. Ну и как не вспомнить еще одну спецоперацию, связанную уже с Дворцом Путина. Когда после выхода фильма ФБК первыми, кому удалось выпустить репортаж, снятый на его территории, стало интернет-издание Mesh. Выполнять важное поручение отправился аж главный редактор Максим Иксанов. И надо же, как ему повезло! Попасть внутрь столь охраняемого секретного объекта ему якобы помог проводник, представитель технического надзора. Поснимав с нужных для себя ракурсов, главред Mesh в конце ролика вопрошает. Я не понимаю, почему до сих пор официально не назван владелец всего этого добра. Короче, хозяева, будьте добры, отзовитесь. И надо же, вслед за этим еще одна журналистская удача. В роли хозяина дворца вдруг объявился Аркадий Ротенберг. Все настолько блестяще и правдоподобно, что вскоре издание покинул другой его сотрудник, замглавреда Сергей Титов. Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, все наши переживания просто перечеркнули решение людей в костюмах, которым пофиг на журналистов. Вот несколько резонансных примеров. Когда силовые структуры и так называемые СМИ сработали рука об руку, душа в душу. Сливы конфиденциальной информации, экстренные спецоперации по обелению репутации, это лишь мало инструментарий их продуктивного симбиоза. Что одни, что другие давно предали свои профессии. И вместо того, чтобы исполнять свою деятельность по закону и в интересах граждан, стали верной обслугой тех, кто всеми незаконными способами пытается остаться у власти.